Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер. Мы находимся в моей музыкальной мастерской в Петергофе. Меня попросили снять видео про пружины нижней деки или пружины дна гитары. Спешу выполнить просьбу и показываю приклейку пружин, изготовление пружин на дно. Итак, у нас есть дно гитары. В этот раз вы видите великолепную карельскую березу в работе гитары из карельской березы. Это конечно шпон, это не массив, но все равно красотища неописуемая. На нее уже приклеена скрепка. Эта деталь называется скрепка. Если бы это был массив, то скрепка скрепляет шов из двух половин. В данном случае скрепка выполняет чисто декоративную функцию. Толщина настроена в определенную ноту, если бы это был массив. Все, дека готова к приклеиванию пружин. Прежде всего, разметка. Мастер Валерий Норин меня как-то учил делать четыре пружины. 90-90, 130-90. Долгое время я так и делал, но сейчас я остановился на трех пружинах. Делаю, значит, такой принцип. Мы разделяем на равные части, но начинаем вот от этой пружины. И главное, чтобы нижняя пружина и верхняя пружина на верхней деке не были друг над другом. Точно. Они должны быть обязательно со смещением. 5 мм достаточно. Поэтому я начинаю с верхней, потому что верхняя пружина примерно там же, где и на верхней деке. Ее размечаю со смещением, а потом остальное делим просто на три части. У меня получаются ровные отрезки, на которые я приклеиваю пружину. Размечаю. Все. Все очень просто, до безобразия. Я обязательно проверяю, чтобы они совпали. Если совпадают, чуть-чуть сдвигаю. Все. Никакой особой премудрости нет. Дальше этот, если это массив дно, я убираю в сушильный шкаф и сушу в течение, там, практически дня. Чем больше сушите, чем горячее шкаф, тем лучше. Дека усыхает. Если массив, еще раз говорю. В это время я делаю пружины. Пружины я делаю прямоугольные сначала. Абсолютно. И, как вы помните, все дони моих гитар выпуклые. Я всегда делаю выпуклое дно. Это традиционная русская школа дна гитары. Традиционная русская форма. Радиус указан в литературе. 1820 миллиметров. Для этого у меня выполнен вот такой шаблон для фрезера. Я в него зажимаю сразу пачку пружин. Видео по этому шаблону есть. Смотрите на мой канал. И фрезером жюнь-жюнь-жюнь-жюнь. Все делаю радиус уже готовой пружинки. Все пружины делаю одной длины. Потом только уже приклеенные буду обрабатывать. Все. День прошел. Достаю горяченькое дно из печки и начинаю приклеивать. Приклеиваю я с помощью с обратной стороны вот таких палочек. Есть метод приклеивать струбцинами, но я вам покажу более старинный метод использованием жимок. Жимки называются по-русски. Или жимки. Вот такие вот штучки, прищепки. Берем пружинку. Как вы помните, на сегодняшний день методом проб и ошибок мы пришли вот к использованию только этого Тайтбонд третий. Этот клей дает наиболее долговечное, наиболее прочное, наиболее жесткое соединение без претензий последующих со стороны пользователей. И даже склеенные на этот клей более-менее не разваливаются, держатся. Ну вот. Намазываем икон пружинку. Как только вы достали дно из шкафа сушильного, надо сразу клеить пружины, пока оно не остыло и не набрало обратно влагу из воздуха мастерской. Поэтому постарайтесь все делать резко и шустро. Лучше всего закрепить в центре сначала специальными длинными пружинами. Специальные длинные струбцины в продаже отсутствуют. Поэтому вы либо их делаете сами деревянные. Выглядят они вот так. В интернете есть чертеж, здесь эксцентрик и он зажимает. В интернете есть чертеж, как это все делается. Либо покупаете очень дорогие скрипичные струбцины с большим вылитом. Они есть и на Стилан Макдональдсе, они есть и в Китае, где угодно. В серединке зажали. Потом берем жимку и надеваем с одной стороны. Сильно-сильно. И с другой стороны. Сильно-сильно. И проверяем, чтобы ничего не сползло относительно линий. Проверяем везде ли выступил клей. Выступивший клей показывает, что все приклеено хорошо. Если где-то не выступил, добавляем струбцинку. Струбцинку она не повритит. Вот. Все. Тружины приклеены. Если не хотите оставлять выступивший клей, ни в коем случае не мочите кисточку, потому что зачем мы сушили, чтобы потом воды бухать. А спокойненько подтираете себе выступивший клей насухо. Создаете эстетику. Потому что дно, донышко видно из розетки. Поэтому донышко должно быть красивое. Иначе каждый клиент заглядывая в розетку, начинает выставлять претензии. Мастер, что у тебя внутри в гитаре? Насрано. Бла-бла-бла. Знаем, проходили. Так. Подбираем следующую пророку. Следующую палочку. Какую-нибудь коротенькую. Я не знаю, как я думаю. застепленную. Клеечек намазали. положили в середину. Ну вот, чтобы показать вам, как это работает, эта струбцина. Пожалуйста, приклею вам с этой струбцины. Начинаем с серединки. Всегда начинаем с серединки. Раз. Вниз. Раз. И фиксанули. Все. Все. Ну и попробуем жемку. здесь. И жемочек. Жемочек. Жемочек здесь. Все. Везде все выступило. Вот здесь вот немножко мы дожарим. Обязательно проверяем. Дожимаем с помощью фиксанки. Чтобы везде идеально все подходило. И подтираем сухую кисточку. Все. И третья пружинка. Выбираем палочку. Угу. Отходит. Пря lonцовое. stronger. catching porque rin himself. ang «Бmesа». «Бешен». Пятья chapиus» «бешен». «Беселье». «Бешен». Оно Прижимаем по центру сначала, не забываем, по центру, потом жемочек здесь, и жемочек здесь, и друг на друга. Задвинули, посмотрели, где все выступило, чуть-чуть не выступило, подтянули, и подтянули. Все, пружины дна наши приклеены, остается сохнуть. Маленькое лирическое отступление еще раз проклеить. Кто-то может сказать, но ведь он необратимый, водонерастворимый, термостойкий. Еще раз говорю, разбираться должны скрипки и лютни, потому что в их изготовлении присутствует такая операция, как достройка дек. И скрипку, и лютню вы сделали, и, допустим, она не звучит, и вы должны ее разобрать, изнутри достроить и собрать снова. Это действительно так, это в процессе изготовления и скрипок, и лютинг присутствует. Поэтому и скрипки, и лютинг клеятся на обратимые клеи, растворимые клеи, лучше всего натуральные. С гитарами все обстоит гораздо проще, и пускай кто-то там что угодно говорит, что гитара тоже можно разобрать. За 30 лет я не разбирал ни одной своей гитары. Зачем? Если ее можно механически разобрать, ее можно вскрыть фрезером. Ее не надо паром, водичкой мочить и прочую гитару, проще вскрыть. Берешь фрезер, сфрезеровываешь окантовку, и все, и деку аккуратно снимаешь. Поэтому гитара может быть склеена на необратимые клеи. Физически ее можно вскрыть без применения пара, увлажнения и прочего. Да и вообще, зачем увлажнять лишний раз гитару, чтобы она потом разобралась. Вот так клеятся пружины дна в нашей мастерской. Играйте на моих гитарах, требуйте их в магазинах, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, увидимся. До свидания.